Что такое презумпция правоты полицейства? Во-первых, сам тот, кто это придумал, не может объяснить в полной мере. И сама риторика их разговора говорит о том, что вы подчиняйтесь, а потом обжалуйте. Это говорит о том, что они сами подразумевают, что будут они не правы. То есть если бы они понимали, что они будут всегда правы, они говорили, что всегда подчиняйся, зачем обжаловать. Следующий момент, никто из них, я думаю, ни в какой стране не сможет гарантировать того, что все полицейские будут поступать согласно законодательству. И потому такие права нельзя давать никому из лиц, которые наделены особыми полномочиями. Они нам говорят, что в цивилизованных странах есть такое понятие, как презумпция правоты полицейства. Нету такого нигде, кроме Африки и соседней нам известной страны под управлением Владимира Владимировича. Нас хотят вернуть к тем драконовским законам, которые привели к Майдану, которые сколыкнуло общество и получилось то, что получилось на сегодняшний день. Я хотел бы, чтобы все здравомыслящие люди вышли на следующую акцию, которая у нас обязательно будет в случае подачи этого законопроекта в Верховную Раду в день голосования. Ибо нас ведут опять к этому, что общество поднимется и будет это последней каплей. Нужно все вот эти, что они по минимуму хотят делать, по чуть-чуть делают, останавливать на корню. Ибо все в комплексе, это приводит к тому, что было в 2013 году. Госпожа Декана Идзе, если вы увидите это видео, знайте, вопреки вашим заявлениям, что, боже упаси, полиция не будет оправдываться перед народом, так я скажу откровенно. Боже упаси, если она не будет оправдываться. Я хочу еще добавить, кто может гарантировать то, что все полицейские будут выполнять законы во время исполнения своих служебных обязанностей при таком министре, который позволяет себе на заседании присутствия президента бросить стаканом губернатора. В любой цивилизованной стране такой министр был бы как минимум отстранен, либо привлечен к ответственности уголовной, либо административной. Как может полицейский выполнять законодательство, если он знает, что начальник полиции, хотя это Канаидзе, занимает свой пост незаконно. Одним из моментов, что она нарушает закон о национальной полиции, не может быть занимать этот пост только потому, что она свободно не владеет украинским языком. Как она может подписывать государственные документы, которых она не понимает? Продолжение следует...